Для Засимы Сорокина такой казачий танец с клинковым оружием едва ли не рутинное занятие. Однако для зрителей в парке Изумрудном его выступление стало своего рода хорошим рекламным ходом, чтобы люди остались посмотреть на соревнования по ножевому бою, звездой которых стала Полина Пушкарева. Хотя занимается она всего полгода. Ради интереса пришла, первый курс поступила в Алтайский архитектурно-строительный колледж и вот решила попробовать себя во всем. Чем понравилось, чем затянуло? Мне интересна вся военная тематика. Это у меня с детства. Да, вот откуда такое интересное? Ну, у меня папа, он часто мной, он с детства мной занимался, там физическая подготовка, все это воспитание. Хотя со стороны такой бой и выглядит немного опасно, переживать не стоит. Ножи полимерные. Ими бойцы наносят удары или уколы в определенные зоны на теле. Чем смертоноснее такое было бы в реальной жизни, тем выше оценка. Например, если попасть в голову, то поединок завершается. Поэтому время схваток варьировалось от пары секунд до нескольких минут. Главная идея таких соревнований – подготовить бойцов к реальным условиям. Готовлю ребят до призывной подготовки, чтобы дальше они шли, войска попадали в хорошие. Потому что некоторые клубы юнармии вот этой не занимаются. У них в основном маршировать и так далее. А мне нужно, чтобы какой он ушел, такой он и пришел. И ванные войска не готовим. Гостями турнира стали подростки с жизненными трудностями. Они сюда пришли в рамках проекта «Школа мужества». Программа создана для воспитания патриотизма и развития устойчивости к любой жизненной ситуации. Данил Кузнецов. День с толком.